У нас в гостях участницы проекта, который много лет проработали в системе образования Губкинского. Галина Анатольевна Гузенко и Светлана Александровна Степанова. Доброе утро! Скажите, пожалуйста, бывали ли вы в Губкинском в последнее время? И как это, побывать в городе молодости? В Губкинском я не была с 2016 года, с того самого момента, когда уехала отсюда. И побывать в городе молодости – это приехать домой, приехать в родной дом. Я была в 2018 году в городе Губкинском, когда отмечалось столетие комиссии по делам несовершеннолетних. В качестве гостя была приятно удивлена тем изменениям, которые были в Губкинском уже в 2018 году. И вот сейчас опять я в Губкинском, и опять изменения. И у меня тоже чувство, что я приехала домой. А как Север стал частью вашей биографии? И откуда вы сами родом? Сама я родом с города Оренбурга, со Степного Оренбуржья. В Губкинске я приехала в 1996 году, в так называемые «Лихие 90-е», как они вошли в название истории нашей страны. Без денежья, без работы, нет продуктов, талоны и прочее, прочее, прочее. И был какой-то миг, что вот все бросила и приехала непонятно куда, непонятно зачем. Вот так получилось. Приехала и оказалась во второй школе, меня приняли во вторую школу, учителем истории и общества знания. А что вспоминаете о Губкинском? Вот если вернуться назад, вы бы приняли решение приехать на Север? Да, однозначно. Ничего бы не поменялось, однозначно бы случилось так, как случилось. Я с большой благодарностью вспоминаю коллектив второй школы, учеников второй школы. И вообще период работы во второй школе, к сожалению, вот ее нет и с коллективом не встретится. Но и несмотря на то, что работа в опеке была несколько эмоционально отрицательная, но тем не менее я и опеку вспоминаю с благодарностью, потому что работая в органах опеки, много чего приобрела нового. Ну и вот опека, наверное, меня изменила. Стать более решительной, более уверенной, более значимой. Северы работы, наверное, закаляют все-таки. Да, да, да. Светлана Александровна, скажите, на вас как повлиял Север? Вы благодарны за что Северу? Северу благодарна, безмерна. Прежде всего за людей, которые оказались рядом, которые до сих пор рядом. Это дружба на всю жизнь. Это поддержка всевозможная. Благодарна за то, что профессионально состоялась. Благодарна всем своим ученикам, которых было много, с которыми поддерживаю до сих пор связь. И это дорогого стоит. А было ли такое чувство, что хотелось все бросить и уехать? Нет. Никогда. Не было сложности? Может быть, по первости, когда только приехала, в 1988 году это было, немножечко так шокировала обстановка, потому что это отличалось от крупного города любого. Да, погодные условия, может быть, не совсем, скажем так, такими привычными были. Но уехать не хотелось. Нет. Как-то, наверное, опять же, благодаря тому, что рядом оказались люди с душевной теплотой. Кстати, с теми, кто в те далекие годы был рядом, мы до сих пор поддерживаем отношения. А что вот из вашего опыта хотелось бы передать молодому поколению? Желание работать, желание жить на полное молодому поколению, не бояться ничего, стремиться к достижению самых высоких результатов. Возможно ошибаться, но добиваться своей цели. Галина Анатольевна? Да, возможность идти вперед, достигать поставленных целей. Но я своим ученикам всегда говорила, но не терять человечность, всегда быть человеком. Но в Губкинском все созданы условия для этого. Светлана Александровна, если бы вы писали книгу о своей жизни, что бы вы написали про Губкинский? Губкинский – это важная, возможно, самая интересная часть моей жизни. Я приехала сюда, когда мне было 22 года, а уехала в 50. Поэтому я думаю, что понятно, что это были самые такие вот интересные, плодотворные годы жизни. Галина Анатольевна, какие вы сегодня видите плюсы в Губкинском? Чисто внешне город преобразился и преобразился в разы. Никольский сквер, площадь славы, новые дома. Проехали мимо второго микрорайона, там красавцы. Новые домики стоят, как игрушечки, вместо тех старых убогих общежитий. Хотя с каждым из этих общежитий по роду деятельности связаны свои воспоминания. Я рада за людей, что они получают добротное жилье. Но уж когда мы посетили новую школу, высотка, а когда зашли в детскую библиотеку, я, честно говоря, потеряла дар речи. Я настолько была удивлена тем техническим содержанием того, что есть, что создано для детей, для учителей, для работников, которые связаны с детьми, что всем пожелать хочется прям сразу успехов и достижений. Вы выбрали профессию педагог. Можно ли сказать, что вы состоялись в жизни? Ну, самой как-то трудно судить об этом. Но я считаю, что я состоялась. Потому что ребята давали свои показатели. А ведь работа учителя – это ответ детей, что как они относятся, какие результаты приносят. Результаты были неплохие. Думаю, что состоялась. Светлана Александровна, а вы? Да, потому что я приехала сразу после окончания педагогического института. И меня под опеку взяли коллеги старшие. Николай Ефимович Шаповалов, директор школы номер 5. Это уникальный, удивительный человек, который знал всех учеников по имени. С теплотой отеческой относился к молодым специалистам. Это заучи, которые изо дня в день учили, как правильно, как нужно. И с благодарностью вспоминаю именно вот эти времена, потому что это был такой старт моей профессиональной деятельности. Хороший старт в будущее. Поэтому, а дальше, дальше много было творчества педагогического. И это приносило всегда удовольствие. Спасибо, что встретили это утро вместе с нами. И по традиции, ваши пожелания горожанам на сегодняшний день. Я желаю жителям города губкинского мира благополучия, счастливой жизни в городе счастья. Это замечательное место на земле. Пусть каждый взрослый ребенок будет счастлив. Дорогие губкинцы, я вас всех помню, я вас всех люблю. Спасибо за то, что создали условия для того, чтобы состояться как гражданин, как человек, как специалист. С благодарностью всех вспоминаю. Желаю всем здоровья, благополучия. Вершите свои большие дела для процветания как своей жизни, так и вашего шикарного города.